Вести Карачаева, Черкесия В сельхозпредприятиях республики началась весенняя полевая кампания. Яровыми культурами предстоит засеять более 107 тысяч гектаров. И в регионе определены кооперативы, которые получат грант на закладку мини-садов интенсивного типа. Встреча с Бюрократом 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 инспектор управления Романа Седых. В соседнем с республикой Ставропольском крае фиксируются случаи массовой гибели диких животных на полях. Установлена прямая связь гибели животных с размещением приманочного материала для мышевидных грызунов. Фермеры размещали протравленные зерна на поверхности участков, что привело к экологической катастрофе. Приманочный материал необходимо размещать непосредственно в норы грызунов. Это исключает его поедание нецелевыми видами животных. Также Управление Росельхознадзора обращает внимание, что к применению допустимы только те пестициды, которые входят в утвержденный Министерством сельского хозяйства Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. В Министерстве сельхозе Республики по итогам заседания конкурсной комиссии определили кооперативы, которые получат грант на закладку мини-садов интенсивного типа в рамках ведомственной программы развития садоводства в Карачао-Черкесии. Были поданы три заявки от смешанных сельскохозяйственных потребительских кооперативов – это «Адиюх-1», «Зеленчук-2023» и «Алмаз». Важным условием для участия в программе является наличие на расчетном счете предприятия в размере не менее 1% собственных средств от стоимости затрат на закладку сада интенсивного типа. В результате все три кооператива прошли конкурсный отбор на получение грантовой поддержки на закладку садов интенсивного типа в размере 40 млн. рублей. На сегодняшний день в рамках ведомственной целевой программы развития садоводства в регионе поддержка оказана 11 сельскохозяйственным потребительским и перерабатывающим кооперативам, в составе которых 315 личных подворий. За период реализации программы садоводами республики освоено более 138 млн. рублей. Фермеры республики могут компенсировать 50% затрат на оборудование для маркировки молочной продукции. Такую меру поддержки запустил оператор государственной системы маркировки «Честный знак» Центр развития производственных технологий. Компенсацию смогут получить действующие крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные производственные кооперативы. Заявку можно подать на официальном сайте «Честный знак.рф» с 1 апреля по 15 июля текущего года. Напомним, с 1 декабря этого года начинается обязательная маркировка молочной продукции для фермеров. В Карачае-Чешкесия возглавила список регионов по росту цен на загородные дома плюс 73% с колоссальным отрывом. Это по данным цен аналитика. На втором месте загородные дома в Алтайском крае плюс 52%, на третьем – Кировская область плюс 44%. В целом по России стоимость загородных домов выросла на 18% и составила около 10 млн. рублей. Подешевели дома в Москве на 17%, в Калининградской области на 15% и в Севастополе на 11%. С 1 апреля проведена ежегодная индексация социальных пенсий. Повышение составит 3,3%. Она проводится в беззаявительном порядке. Социальный фонд доставит по графику выплаты с учетом повышения. Минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров будет не меньше прожиточного минимума. Если размер пенсии с учетом других выплат ниже, устанавливается социальная доплата. Кавказ РФ планирует постепенно внедрять бесконтактные сервисы для прохода на все курорты Северного Кавказа. Генеральный директор компании Андрей Юмшанов считает, что курорты должны иметь мировой уровень. Наиболее известные проекты госкорпорации в сфере туризма – горные курорты Архиз, Эльбрус, ведучий и строящийся Мамисон – объединены в северокавказский туристический кластер. Здесь в роли управляющей компании Кавказ РФ строит и обслуживает канатные дороги, трассы и сопутствующую инфраструктуру. В декабре прошлого года на Эльбрусе заработала система, которая позволяет использовать банковскую карту в качестве скипаса. На участке автомобильной дороги Черкес-Хабес подъезд к Мцуархиз, проходящим через аул Бавука, завершаются работы по капитальному ремонту. На объекте, в частности, проведены работы по полной замене земляного основания дороги. В настоящее время здесь завершается устройство нового двухслойного асфальтобетонного покрытия и трех остановочных комплексов, после чего на участке будут установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Напомню, что работы по капитальному ремонту данного участка ведутся в рамках федерального проекта содействия развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и будут завершены до 1 мая текущего года. Один из сложных участков республиканского центра по улице Сиренево и приведут в порядок. В ходе прямого эфира главы региона жителей Черкеска родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья обратились к Рашиду Тимрезову с просьбой привезти в надлежащий вид данную улицу. Глава поручил руководству города решить этот вопрос. А в дальнейшем обследование показало, что в рамках национального проекта безопасные и качественные дороги заасфальтировать улицу не представляется возможным. Спецтехника просто не развернется на очень узком участке дороги. Тем не менее, выход есть. На личном приеме граждан заместитель мэра Черкеска Артур Озов заверил заявителей, что на их улице будет проведено профилирование дорожного полотна с подсыпкой. Кроме того, власти заасфальтируют участок по улице Набережной от детской площадки до дамбы протяженностью более 350 метров и обустроят тротуар. Все эти меры значительно облегчат перемещение пешеходов. Работы начнутся в мае с тем, чтобы уже в июне этого года оба участка на Сиреневой и Набережной были полностью приведены в порядок. Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Прикубанского района, который обвиняется в даче взятки. Об этом сообщила Елена Дармаграева, старший помощник прокурора Карачао-Черкеси, по взаимодействию со СМИ и общественностью. По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемый обратился через посредника к начальнику районного ЗАГСа для фиктивного оформления свидетельства о рождении детей. Передав денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей и получив таким образом фальшивые документы, он подарил их своей знакомой. На основании вышеуказанного подложного документа женщина, обратившись в пенсионный орган, получила государственный сертификат на материнский капитал, планируя впоследствии его обналичить. Также ею необоснованно были получены выплаты, полагающиеся при рождении ребенка, предусмотренные федеральными и республиканскими программами. После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Зеленчукский районный суд для рассмотрения по существу. В региональном министерстве по делам молодежной политики прошло мероприятие в рамках молодежного проектного офиса. Ребята прошли курсы по основам социального и бизнес-планирования, узнали много нового и получили заряд положительных эмоций. Спикерами выступили заместитель министра ведомства Расул Найманов и руководитель Центра развития профессиональных компетенций Руслан Айбазов. Напомним, что данный проект реализуется с целью повышения уровня компетенции молодых активистов в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Волонтеры «Единой России» и молодоговородейцы устроили настоящую весеннюю уборку одного из участков улицы Кооперативной, расчистили от прошлогодней листвы и веток, убрали мусор и побелили деревья. Напомним, что в Черкесске уже начался месяц санитарной очистки и благоустройства территории. Гидроэнергетики Карача-Чикеская филиала «Русгидро» пополнили библиотечный фонд Республики новым художественно-познавательным изданием «Свет в твоем окошке», которое выпущено при финансовой поддержке компаний в сотрудничестве с Фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения «Дом детской книги». «Свет в твоем окошке» – интересный и познавательный сборник стихотворений, сказок, рассказов и отчиков о свете солнечном, звездном, электрическом и человеческом. Издание рассчитано на детей младшего школьного возраста. Презентация книги прошла в новом формате. Первыми десятью читателями сборника стали дети-работников Зеленчукской ГСГС. Маленькие читатели из Черекеска уже могут взять книгу по абонементу в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина. На базе Республиканского колледжа культуры и искусств имени Аслана Деурова прошла всероссийская акция «Добровольцы детям». «Флэшмоб» стартовал во всех субъектах Северокавказского федерального округа и направлен на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ансамбль национального танца «На мыса» у Лакош-Хабль Хабецкого района занял первое место и стал лауреатом первой степени международного фестиваля конкурса «Искусство без границ». Коллектив исполнил два танца «Девичи» и «Ожерелье адыгских танцев». По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер восточный 4,9 метров в секунду, температура воздуха от 4 до 19 градусов тепла, а в горах местами плюс 4,9 и выше 2 тысяч метров сохраняется лавина опасность. В Черкесии кратковременный дождь, ветер восточный 4,9 метров в секунду, температура воздуха 13 градусов со знаком «плюс». На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. Субтитры предоставил DimaTorzok и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин